Очень быстро пролетели дни летних каникул. И вот вместе с осенью пришло и 1 сентября. День знаний в Новоуральске отметили в каждой из школ. И, конечно, на территории сельских населенных пунктов. Здесь, в школе деревни Починок, отметили сразу 4 события. Первое. 10 первоклашек сегодня здесь сели за парты. Второе. Школа отметила свое 60-летие. Ровно столько лет назад вот это здание было построено. Третье. Здесь подкрыли новое здание. Пристрой к школе. И четвертое. Открытие уникального образовательного пространства «Центр.Роста». Каждое из этих событий долгожданное. В юбилейный год открыт современный пристрой, в котором расположились классы начальной школы, медицинский кабинет, столовая, актовый зал и большая рекреация. Преобразился и школьный двор. Здесь теперь есть отвечающий всем стандартам стадион, воркаут-площадка, игровые зоны. Все это стало настоящим подарком для учеников и всего коллектива образовательного учреждения. Появление пристроя помогло решить целый ряд проблем, среди которых, к примеру, вторая смена. Мне здесь понравилось, что здесь много места, и мы здесь учимся. Мне понравилось оборудование школы. В старой школе там мало места было, а тут новое оборудование, тут больше места. Новое оборудование, на нем интереснее работать. Я узнала, что открылась новая школа, я ее сразу захотела увидеть. Они очень любят оставаться после уроков, ходить на кружки, заниматься в спортзале. Потому что, я еще раз говорю, что школа в селе – это центр притяжения. И мы очень рады, когда мы можем своим детям предоставить какие-то условия. А сейчас они у нас будут в разы лучше. Вы знаете, много пришлось отстаивать, вопреки чему-то. 130 детей учатся сегодня в школе. Были сомнения разные. И вплоть до того нам говорили, а стоит ли огромные средства направлять на такое небольшое количество детей. Но дети у нас все замечательные, одинаковые. Учатся ли они в гимназии в городе, учатся ли в деревне или селе. Все дети юные, у всех жизнь впереди. Все заслуживают самого лучшего. Еще одним подарком для школы стало открытие уникального образовательного пространства «Точка роста». 1 сентября такие центры появились в 98 образовательных организациях 66 муниципалитетов региона, среди которых и Новоуральский городской округ. Точка роста – это современные, оборудованные по последнему слову техники, лаборатории для занятий по химии, физике, биологии и технологии. Кроме осуществления образовательной деятельности, такие центры призваны выполнять в своих территориях особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития у школьников технических и гуманитарных навыков, обучения проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей и педагогов. Создавать такие условия удается благодаря реализации в стране национального проекта образования. Не зря назвали «Точка роста». Точка – это начало. Мы надеемся, что то оборудование, которое в этой школе сейчас есть, те красивые стены, которые действительно будут точкой роста для наших ребят, что они вырастут настоящими гражданами нашей страны, личностями. А здесь для этого есть все, есть все возможности для этого. За годы работы педагоги этой школы выпустили десятки поколений жителей деревни. Школа для местных жителей – это не просто образовательная организация, а социокультурный центр. Она должна объединять людей всех возрастов, поэтому двери здесь никогда не должны быть закрыты. Построенное здание должно стать не только центром притяжения для всех жителей деревни Починок, но и помочь детям, которые здесь учатся, получать образование на уникальном современном оборудовании, чтобы выбрать свой дальнейший жизненный путь, выбрать профессию и состояться в ней. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. 1 сентября. Школа деревни Починок.